Ребята, всем привет! Маринка мне, наверное, яйки вот так вот сделала за это видео, потому что она очень-очень-очень против, чтобы я его записывал, а также адвокат против, но говнецо подкипает, и вы знаете, что я в себе держать это не буду. То есть я такой достаточно человек прямолинейный, говорю как есть. Появилась вот минутка времени, чтобы рассказать вам о ситуации, что у себя происходит с врачом Мельниковой и нами, так сказать. Ну, вы, наверное, в курсе видео, кто смотрел, кто не смотрел, можете забить, зачем врач Мельникова сделал с ребенком это, и вы поймете сразу, ну, это видео так называется, или просто врач Мельникова Пермь, то есть забейте, но в итоге это с Янзеки, гугли, и сразу видео это выскочит, можете в Ютубе посмотреть, можете у нас просто пролистать вниз и увидеть это видео. Есть такой врач, почему как бы есть, потому что врач он, да, ну, я, может быть, не прав, напишите в комментариях, я буду обращаться к ней, ну, как вот, врач, да, то есть на самом деле это женщина, достаточно грубая, хомовитая, то есть обманывает очень сильно, достаточно, в суде несколько раз обманула, причем судья, как бы вообще, вот мы доказали, что она обманывает, а судья вообще никак не воспринимала, сказала, что губернатор соврал, министр здравоохранения соврал, то есть мы показываем бумаги, да, но судья была привзята достаточно, а также сейчас меня хотят заставить, чтобы я это видео удалил, а помимо этого соврал вам, что этого не было, ну, вы же понимаете, так сделать не могу, то есть, соответственно, я, если запишу такое видео, я прямо так скажу, меня заставляют вас обмануть, по-другому, ну, как, ребят, ну, как такое возможно, только в России такое возможно, то есть сейчас вот даже вот видео вышло, есть такой канал-пограничник, посмотрите, там точно такая же ситуация, судья встает на сторону, получается, людей, которые обманывают, привзято относится к человеку и выносит решение, то есть, ну, какое она посчитала нужно, или он, не знаю, вот у меня в данном случае была она, судья, а судья, вот такой с громкой фамилией, не знаю даже, стоит, говорите или нет, Маринка меня точно убьет, ой, ну, смотрите, какая ситуация, значит, мы, когда это видео записали, вот эта вот комовитая врач Мельникова нам угрожала, то есть, сказала, там, подав суд, третья десятая, высудит с нас денег, ну, она же хочет заработать на многодетной семье денег-то, как бы ей же надо, как бы, у нее же денег-то не хватает, она же в частной клинике не так людей облизывает сильно, чтобы ей деньги-то несли, ну, или ведет себя, понимаете, вот мы почитали комментарии, вот про этого вообще врача Мельникову, дерматолог, забейте прямо Мельникова, дерматолог, вы увидите комментариев, куча про нее, на самом деле, в интернете, в частной клинике она пациентов облизывает, а в государственной клинике она там 3 минуты, как у нас ровно, знаете, вот, поворачивает, как бы разворачивает и все, типа, здоров, и что вы придумаете? Никакие доводы ее не интересуют, то есть, она на работе сидит, я понял, почему даже у нее очередей нету, то есть, вот к ней очереди вообще никогда нету, потому что люди к ней не идут, но так как у нас проблема с врачами, что их мало, да, хороших, достойных врачей, вот такие Мельниковые сидят и зарабатывают деньги на многодетных семьях, совести у них нет абсолютно, то есть, я сразу скажу, говорю, что врачи, они не все такие, то есть, вот очень-очень-очень много порядочных врачей, как бы людей, которые пришли людям спасать жизни, как бы помогать, но попадаются такие вот тела, я не знаю, как это сказать по-другому, которые просто сидят, чтобы денег заработать, домой принести, ну, а там все как-то сойдет, ну, и такая ситуация, значит, приходят бумаги, о том, что нас неоднократно, оказывается, вызывали в суд, но мы причем-то с Маринкой даже и не получали эти бумаги, мы даже не видели, ну, мы сразу отреагировали, я связался с адвокатом, говорю, вот такая ситуация, надо бумаги получить, он говорит, давай быстренько получаем бумаги, смотрим, что там происходит, бумаги мы получили, тогда поняли, я начал думать, вообще, это вот собачница, которая на передержку там этих собак держала, ну, про которую мы рассказали, то есть, оказалось, что нет, та-то меня чисто по прокуратурам гоняла, там, получается, пыталась на меня вот именно давить, оказалась совершенно другая женщина, то есть, женщина-врач, я так офигел, потому что ее же наказали, то есть, меня официально пришел ответ, вот сейчас я здесь вот его размещу, с правой стороны, вот так вот, от министра здравоохранения, перед этим, от губернатора, о том, что проведена проверка, она наказана, ну, я думаю, ну, блин, ну, как у этой женщины пытаются совести еще и подавать на меня в суд, ну, оказалось, все иначе, видимо, эта женщина, как она написала свое мисковое заявление, нравственно страдала, прям, прям, страдалась, то есть, вообще, вот, ей все знакомые звонят, показывают ей это видео, и она страдает, так, блин, хочется сказать, так ты, блин, делай свою работу так, и тебя не подпекали, она еще и думает, и самое интересное, что она с помощью суда видео удалит, да, там договориться как-нибудь, я не знаю, это видео удалит, и все, все забыли, да нихрена, это видео попало в интернет, ты ничего с ним не сделаешь, понимаешь, если в YouTube его будет перепочивать люди, перезаливать и того подобного, ты еще больше волну сорвешь, то есть, тут ситуация такая, что ты бороться будешь с этими мельницами, бесполезно, то есть, понимаешь, это видео уже перезаливается, ты поищи просто, и посмотри, ты про себя, ой, я вообще в шоке над людьми, которые сначала обосрутся, а потом пытаются, знаете, как бы скрыть все это, и самое интересное, знаете, я вообще вот, они даже не разбираются в системе работы, вообще в работе YouTube, интернете 3-10, ее адвокаты, это вообще чудо какое-то, я вообще, заявил на суде, дословно, они зарабатывают огромные деньги, собирая лайки, блин, чувак, я бы прям так и сказал, ты вообще не понимаешь, в работе, как бы, YouTube, вообще ничего, даже вот, как прессить, я говорю, лайки и дизлайки, это всего лишь отражение человека, нравится это видео, или не нравится, как он на эту ситуацию реагирует, какие деньги, ты что несешь, бля, ха-ха, ой, ну вот, ребята, сделали экспертизу, слово хер им не понравилось, знаешь, ребят, знаете, сейчас мне что, я когда сказал, там, три минуты она повертела, и сказал, иди нахер отсюда, нахер, нахер им не понравилось, понимаете, они говорят, это мат, он говорит, я в нашем привычном обществе, это же, ура было видеть, когда он это говорил, я в этом, в привычном обществе своем, никогда себе такого не позволю, да блин, чувак, мне кажется, ты в бане, там, с мужиками моешься, там, или, там, что не знает, делает, такой у тебя мат трехотборный летит, вот, благо, знаете, надо поискать знакомых наших общих, чтобы мне про него рассказали, про этого чудика, который даже не знает, как с телефоном работать, с кнопочным телефоном пользуется, бля, в суде, мямлил, вот просто, понимаете, у него не было ни одного довода, вот, человек просто мямлил, мой адвокат ему задает вопрос, а что мы нарушили, ну, понимаете, она нравственно страдает, это же, это же невозможно, она врач на приеме, и что, так она же совершила, вот, вот, это же ребенок, его, он же опекун, 30, он имеет право, как бы, чтобы в суде потом доказать, снимать видео, и тому подобное, там, или, грубо говоря, отправить там, надзорным органам, и тому подобное, ну, грубо говоря, в вашу стоящую инстанцию, чтобы ее наказали, ну, вы понимаете, она же нравственно страдает, и сюда такой сидит, ммм, ммм, понимаете, то есть, мой адвокат, просто судье показывает, смотрите, вот есть практика, что часто такие вот, врачи, блин, обращаются, как бы, что их там все сняли, и вот они против, и эта практика показывает, что они суды проигрывают, там, вообще, вот, процента два, из ста процентов, когда судья выносит такое решение, неверное, да, что, как бы, свободы слова нет в России, и потом это обжалуется, то есть, мы показываем суде, судья вообще, вот, с самого начала, прям, слушаний, судья мне задавал конкретный вопрос, и в конце, канал на ком? Я говорю, ну, как бы, на нас, Марина, нет конкретно, скажите, у кого логин и пароль от этого канала, то есть, судья уже была привзята, то есть, судья уже вынесла решение, но на самом деле, оно так и есть, оно так и есть в судах, то есть, если судья, не интересуется, вы сидите в суде, судья не интересуется вообще делом, то есть, она, там, или он, просто уже вот сидит, поговоряет в скрепку, третий десятый, все, решение вынесено, то есть, все остальное, это формальности, Я вам пораше потом расскажу, вот чуть дальше, почему мы поняли, что мы уже проиграем. То есть там было понятно. Знаете, я, ребят, был на самом деле в шоке. То есть я в суде привел кучу доводов. Она такая встает, вот врач вот этой Мельниковой и врет прям, знаете. Меня никто не наказывал, не наказывал. Про меня только хорошие вещи рассказывают. Я, блин, чуть ли не идеальный врач. Я людям жизнь спасаю. Я говорю, вот смотрите бумаги, где люди пишут. Прям конкретно про вас комментарии. То есть есть про доктор, прям сайт официальный, где там пишут про докторов, что вы точно так же, 3 минуты, ребенка повертили, покрутили, сказали ребенок здоров и выгнали, можно сказать, человека. Нет. Я хочу, чтобы вы удалили слова из видео, где вы сказали, что я поставил диагноз неверный. Да, конечно, неверный. Если потом врач уже подтвердил, я принес официальную, представляете, официальную бумагу от заведующего по аллергии, как он правильно называется, врач, иммунолог, да, то есть отделение детской, детской краевой, где напишут, что у ребенка прям конкретно то-то-то-то-то, что ребенок страдает тем-то, 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 надо лечить. А ты, когда к тебе пришли на прием, просто сказала, я не буду смотреть фотографии ваши, ребенок здоров, жена моя говорит, так подождите, мы пьем сейчас против аллергии, конечно, вы посмотрите, врач другой сказал, чтобы вы посмотрели. Она говорит, эээ, на момент, главное, не было, Марина говорит, скорую вызывать. А, вызывайте скорую. И ты считаешь, ты помогаешь. Кто ты после этого, Мельникова, спится тебе хреново. Да я надеюсь, тебе до конца жизни спаться будет хреново, если ты будешь так к людям относиться. Прям вот очень надеюсь. И еще меня пытаешься заткнуть через суды. Совесть-то у тебя есть. Говорит, меня ни разу не наказали. Я, говорю, показываю ответ. Вот, смотрите, губернатор ответил в крае решетников. Отправлен на проверку. Министр здравоохранения отвечает. Наказано. Мне, говорит, меня не наказали. То есть, вот это прямо, знаете, самое интересное, вот это видео надо отправить к губернатору, чтобы он посмотрел. Губернатор, я вот, у него нет претензий. Действительно, человек отреагировал. Но то, что его подчиненный непосредственно, вот прям по низу, да, там, допустим, министр здравоохранения, получается, его обмануло. Меня обмануло. То есть, не наказывали, оказывается, Мельникова там. И в суде, если это доказательство, может посмотреть, там, аудиозапись есть, где она говорит прям, меня не наказывали. То есть, меня адвокат как сидел, он что-то со стула не бахнулся. Он говорит, в смысле не наказывали? Вот письмо, вот ответ официальный. То есть, официальный аккаунт, все-все официально. У нас есть электронный документ, наоборот, закон есть такой. Он говорит, нет, не наказывали. Ребята, я вообще в шоке. И просто соврала, что ее не наказывали. Соврала, что на нее не жаловались. То есть, соврала, что не кричала, понимаете. Когда уже видео включили, мой адвокат говорит, смотрите, так она орет. Она говорит, нет, это я так, это, нервничаю. Она прям в суде, вот прям стояла, орала. У меня адвокат задает вопрос, вы всегда так общаетесь с людьми? А я, говорит, когда нервничаю, я имею право. Я вообще охренел, ребят. И вот, представляете, такая мельника вот дальше работает. Обманщица, я вот не знаю по-другому, как назвать, понимаете. Мошенница, потому что меня заставляет сейчас соврать, понимаете. То есть, вот таким мошенническим схемом через суды. Я вообще не понимаю, как судья вынес решение, что получается частично. Я вам сейчас расскажу от их требования. С каждой из нас, в новинке из меня по 30 тысяч получается. Плюс удалить видео. Плюс получается записать опривержение тому, что было. То есть, я должен был соврать. То есть, я должен соврать, сказать, ребята, вы в глаза долбитесь. Этого не было. Видео удалили и все забыли. Все, мельника чиста, как кристальная водичка. Понимаете? Это же бред. Судья вынесла все, как бы что ни просили. Только уменьшилась 30 тысяч на 10 тысяч каждого. То есть, мы должны были... Вы самое смешное. Настолько адвокат был. Это просто, я не знаю. Он не смог в суде доказать, что она ему деньги платила. И этот адвокат выигрывает дело. Я вообще в шоке. Вы просто не представляете. Ни одной позиции, где бы они ответили, получается. Вообще, вот просто, что мы нарушили. И судья выносит решение. Неделя прошла полторы. Специально жду даже полторы недели. Она даже решение судья не напечатала. Нет решения. Частично удовлетворить, а решения нету. Полторы недели. Да у него вроде срок недели, насколько я помню. И все как раз красота. Когда мой адвокат узнал, в каком мы суде попадаем, он говорит, мы попали в Салли. Мы просто попали. Ну, потому что всех знают, как получают судьи в городе. Он сам у нас такой сильный достаточно адвокат в городе. У него даже официально есть, где он конкурс выиграл. Лучший адвокат, лучший юрист при Каме. И он был в шоке, потому что он знает эту судью непосредственно. Это был, ребят, трэш. Вы не представляете. И вот такой суд, я такой, знаете, с надеждой все как бы. У меня просто Сашка, когда Сашка, Славка заболел. Мы к доктору, надо было ехать. Я ей как бы представил бумаги, что надо к доктору все. Я говорю, можно как бы, ну, все, последнее заседание. То есть я все, когда свое слово сказал, как бы. Ну, чтобы результативная часть уже без меня. Там, в принципе, я был 101%, ребят, уверен. 101%. Что все будет нормально. Выносится решение. Но опять же, ребят, у меня капелька сомнений была. Потому что я когда-то судился с Монеткой. Если вам интересно, я про этот суд вам расскажу. Где просто люди стояли так же в ралле. И как бы самая интересная практика была. Все, все, все. То есть мы принесли где разъяснение Верховного Суда. Все, все, все. А судья, когда все ушли, тихонечко только говорит. А я здесь закон. Я делаю практику. И он выносит решение, получается, вообще, вот, ну, как сказать, вне рамках закона. Вот я бы так сказал. Вот просто вот вне рамках закона. То есть Верховный Суд разъяснил ему пофигу. То есть законодательство говорит так ему пофигу. То есть он вынес именно свое решение. И вот понимаете, у нас, к сожалению, в России на суды надеяться нельзя. То есть ты, получается, можешь просто попасть, а там, я-то знаю, как это все решается. И потом вынесется, как бы, ситуация такая, что в отношении тебя, что ты еще виноват. То есть ты будешь бороться за свое слово. То есть мой юрист говорит, судья, там, да, в суде. Вы же понимаете, нельзя запретить человеку говорить то, что он считает, как бы, ну, вот, как он считает, как он считает. Объективное его выражение невозможно. Он же в видео говорит, что это личное объективное мнение. Невозможно же человеку сказать, так нельзя. Мы же живем в свободной стране. Мы же подчиняемся тем законам. Если бы не было этих законов, конституция и подобное, мы бы были стадом. Но мы же не стадом. Мы же вроде как конституцию должны соблюдать, законы 30-е, где позволено говорить это. И почему я не могу говорить, что если вор, вор, если обманщик, обманщик, а если халтурщик, как в данной ситуации, то халтурщик. Почему я не должен говорить? Почему? Вы мне объясните. Ну, ладно, хрен с ним. Хочешь ты мельникова деньги получить? Да заплачай тебе денег, понимаешь? Хочешь ты себе многодетный денег отжать? Да даже жми ты эти деньги. Вот прям, вот прям в себе премию. Вот прям вот так вот себе вставь эти деньги. Мне несложно. Я еще правду скажу. Еще вы, еще понимаешь, как бы скажу. Да мне пофигу. Вот пофигу, не понимаешь. Я не знаю, поймешь ты, не поймешь меня. Меня не заткнуть. Не заткнуть. Потому что есть правда. Я скажу правду. Я буду бороться за правду. Я говорю в суде. Я говорю, вот смотрите, я вам сейчас покажу прям, вот просто покажу, где я каждый день помогаю детям, перечисляю деньги ракобольным. Я больше сделал, чем эта мельникова, которая выгоняет людей из кабинета. Больше добра сделал для детей, чем эта мельникова. Чем я хуже нее. Я тоже могу сказать, что я переживал тогда два часа сидел, что у меня ребенка выгнали. Что у меня жена переживала. А эта наслаждалась там все. У меня все документально оформлено. У меня все откатано. У меня все нормально. Чтобы если не жаловались, я все, все, я все предистую. Да потому что у нее понакатано идет. Ее держат там. Я вообще не понимаю, как можно такого врача держать на этом месте. Как этого врача можно платную поликлинику брать? Вообще не понимаю. Это же просто. У меня говно горит. Потому что так нельзя. Ты должна быть честной. Если ты обоссорвалась, ты бы подошла ко мне. Я же прямо на суде сказал. В углубляемый суд. Если бы это Мельникова подошла бы и извинилась перед мной, перед Мариной за свое поведение. Сказала, ну да, ну вот я там, ну, бывает же всякое там у меня. Месячные у меня там были бы. Не знаю там критически. Хотя с ней это уже там уже климакс. Ну вот, блин, ну вот произошло у меня такое. Ну вот, не знаю там, там молодой человек меня нахер послал. Ну вот, ну бывает. Ну и вы попались под руку. Ну бывает же. Ну все мы люди. Давайте как-то решим. Да удалил бы я это видео сам. Я даже в суде это сказал. Я сам, бывает, ребята, извиняюсь. Вы поймите, что силен тот. Никто прячется. А силен тот, кто извинится. Потому что он через себя переступит. Вот я извиняюсь, когда я не прав. Я говорю, вот я, да, обосрался, я не прав. Ну извиняюсь. Ну бывает. А она, смотрите, она вот так как. И что это? Красит ее? Показывает ее силу? Нет. Это показывает то, что человек просто. Вот знаете, мультик смотрели? Крокодил Гена. Вот помните там, да, персонаж в шляпе? Вот, вот мне вот ровно такой персонаж напоминает. Лишь бы на пакости. Поэтому я не знаю, ребят, что будет дальше. У нас обычно 90% решений засиливаются, когда их отправляешь выше. Это факт. То есть можете прочитать практику. У нас в России, если дело пошло в суд, то есть в основном 99% человека осудят. Ну, это по уголовным статьям. Если вынесено какое-нибудь решение, 90% его засилят. Потому что, ну, вы поймите, эти судьи, они работают сначала на местах внизу, а потом они ведут туда. И, как бы, вы поймите, это, как сказать, некое сообщество такое, людей, где люди друг друга знают. И как она будет в вышестоящей инстанции выносить решение против этого, чтобы его потом лишали премии. Вот так и происходит у нас в России, к сожалению, что судья, не разобравшись вообще с ситуацией, она даже не разбиралась. Она, ей привели практику, ей привели доказательства, и она просто встает на сторону человека, который полностью был неправ. Но это мое субъективное мнение, сейчас я высказываю. Это мое личное, чтобы вот для этой Мельниковой как бы было понятно. Это мое личное субъективное мнение. Личное. Это мое. Это не значит, что все так думают. Это я, я так рассуждаю. Я. Я не могу влиять на всех. Я просто высказываю свою точку зрения. Я имею право на это. Денег тебе надо, так тебе сразу же смс пришли. Саша, высылай мне пять тысяч, иначе засужу. Нафиг отправлю тебя. Сиди ты на бирже у меня. Ох, ребята, как у меня говно подгорает. Ну, вы знаете, сейчас вот 10 минут, и я эту ситуацию отпущу, потому что не могу, когда внутри сидит что-то. Ну, надо рассказать. Ведь на эту Мельникову напорится кто-нибудь еще. И, скорее всего, напарывались. Жалобы ведь на нее есть. И хочется сказать так, ребята. Если вы услышите врач Мельникова, бегите. Бегите! Дерматолог детский. Просто бегите к другому дерматологу. Потому что тут... Видите, я даже отследил. Там по годам есть про нее, получается, отзывы. Когда она только начинала практику, там, хорошие отзывы. И вот каждый год, каждый год, то есть уже отзывы такие были похуже, похуже. То есть она выгорала постепенно. Может быть, врач как она была хорошая, когда она пришла. Но сама система, я не знаю, она, может, свою систему не вывезла. Потому что многие врачи в этой системе, они борются постоянно, понимаете, за зарплату, за свою практику. Это очень тяжело. На самом деле, вообще, как бы, профессия врач, она очень тяжелая. Настя сейчас пойдет врачом. У меня очень много товарищей, друзей, врачей. Я им помогаю всегда. То есть я только рад, когда ко мне обращаются. Я вот только рад. И, понимаете, я всегда благодарю. У нас дома даже шоколадки лежат. Когда у нас врачи приезжают, мы всегда шоколадкой... Получается, ну, к детям там приезжает врач. Мы всегда шоколадку держим, как бы, специально, вот только врача отблагодарить. Потому что мы понимаем, что его время мы дергаем. И, как бы, человек тоже, как бы, ну, старается, трудится. Но, когда человек перегорает, вот врач, это уже полный тревец. Это уже человек, который просто сидит, чтобы получить денег. Вот не более. Это мое личное, опять, субъекиное мнение. Поэтому я вам ситуацию рассказал. Ситуация не очень хорошая. То есть, ну, к сожалению, вот так у нас в России бывает, что суды выносят решения. Мое личное, опять, субъекиное мнение неправосудное. Потому что свободу слова судья просто перечеркнула. Ну, и, соответственно, почему я сделал такие выводы, чтобы было все решено. Когда первое заседание прошло, судья поняла, что у тех доказательной базы никакой. Она сказала, попробуйте найти мировое соглашение. То есть, попробуйте найти, получается, те точки соприкосновения, да, где вы помиритесь. Мы когда выходили, адвокат с той стороны, вот у этой Мельниковой, он испугался, он за нами побежал. Вы не поверите, он просто за нами побежал по коридору. Подожди, бежите. Давайте договоримся, на какую сумму, что, что, что. Давайте это. У меня этот адвокат говорит, ну, поймите, нам ничего не надо, мы видео удалим. Вы просто как бы заплатите вот там 15 тысяч мне, которые Саша потратил на меня, условно. И все закончено, в принципе, на этом. Нам больше это и не надо. А можем еще на меньше договориться, там, ну, тысяч на 10. Ну, юристы мне говорят, ну, поймите, человек-то уже заплатил. То есть, по вашей вине, то есть, человека дернули, человек уже заплатил. То есть, он предоплату внес, все как бы. Ну, все хорошо, был мы на телефоне тогда. То есть, он вот реально испугался у него в глазах, был страх. То есть, он проигрывает это дело, им надо было быстрее решить и, грубо говоря, заняться чем другим. Ладно, когда мы переходим уже на второе заседание, они стоят в коридоре уверены. Взяли какого-то свидетеля, который со стороны ее подруга, прямо на суде, это адвокат ее сказал. Ее подруга, которая посмотрела видео, и у нее сложилось негативное впечатление о ней. Представляете? Это полный трэш. И у меня адвокат подходит, как бы, ну, здравствуйте, вы, говорит, решились все, как бы, это. Те говорят, нет, давайте удаляйте видео, пишите опровержение и платите нам денег. То есть, они просто были уделены. У меня адвокат такой отходит, он говорит, Саш, ну, вы посмотри на эти лица счастливые, они просто уверены. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть, лица просто уверены. Я вам скажу так, у меня Маринка, когда занималась, получается, ну, когда она была юристом, зачастую решения, они известны. То есть, в той или иной стороне. Поэтому Марина, судью Опрю, Опря судья, да, Марина ее знала, она сказала тоже, что это трэш, куда мы попали. Опрю знают многие. Ну, и в основном это судья, который сидит скрепко, ковыряет, ну, прям весь суд, как бы, но она решение уже приняла, которое вначале там прям... Все остальное это просто фикция. Поэтому такая ситуация у нас произошла, я вам все рассказал. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, дизлайк, как вы эту ситуацию вообще вот видите. Также обязательно нажмите колокольчик, вот с правой стороны колокольчик, вот его надо жмякнуть, потому что, и что там, все вот именно сообщения, то есть, от нашего канала. Иначе вам не будет приходить, получается, сообщение о том, что вышло новое видео. Помните, что суды и дело такое, в России мы живем, то есть, берегите себя. Ну, и огромная к вам просьба, на самом деле, просто огромнейшая. То есть, вот это видео, которое вы забили, допустим, кто не смотрел, или кто даже смотрел, что врач Мельникова сделала с нашим ребенком. То есть, вот это видео, постарайтесь перезалить себе на канал. С вами 100% ничего не сделают, ваших данных ни у кого нету. YouTube и Google не предоставляют данные Роскомнадзору и никогда не предоставляла. Вы можете взять статистику за все года, то есть, из-за чего Роскомнадзор постоянно получается точить зуб на YouTube и на Google, потому что Google не предоставляет данные. Яндекс предоставляет электронную почту, то есть, всю переписку, там, Майл.ру предоставляет всю переписку, то есть, вообще, с почтами, адреса 30, ссылки ВКонтакте, Одноклассники предоставляет, Google и YouTube никогда не представляет. Просто это видео скачивайте, на нем открыта лицензия, перезаливайте себе смело, пускай, как бы, врач Мельникова знает, что нас так просто не заткнуть. Люди свободные, люди вправе говорить то, что они считают нужным, то, что они видят, то есть, их нельзя заставить обманывать. Ну, и, соответственно, если вы видите, что видео удалено с нашего канала, и я обязательно запишу это видео, я скажу, что меня заставили это сказать, что я так не думаю. Ну, поймите меня правильно, ребят, значит, решение засилено. Ну, соответственно, мы пойдем в любом случае в вышестоящие инстанции, вот прямо до самого конца, и если все с Божьей помощью сложится, и я все-таки докажу, пусть не в России, да, а в Европейском суде, что мы правы, я подам в отношении вот этой Мельниковой исковое заявление, я с нее высужу все деньги, которые она выставила с нас, да и больше, а также добьюсь через Местерство здравоохранения, чтобы ее уволили с этого места работы, потому что это обманщик, мы по-другому никак не скажем, то есть, ее просто на лжи поймали на суде несколько раз, и пофигу, понимаете, о чем я говорю? Так что, ребят, давайте, всем удачи, берегите себя близких, не попадайте в такие ситуации, но если вы попали, вот если вы попали в такую ситуацию, держитесь до конца, будьте сильными, если ты мужик, мужиком, женщина, до конца женщина, добейся своей правды, потому что не должны такие врачи помогать нашим детям, помогать, я бы сказал, болеть, потому что нормальный врач сделал бы все, чтобы вашего ребенка вылечить и нашему, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok